Друзья, всем добрый день! Сегодня мы с вами разберемся с таким материалом, который называется грувер. Он из себя представляет такую пластиковую полоску с вот такими вот пазами, прозрачными пазами, под вставку разных материалов. Для того чтобы вставлять в грувер мы можем использовать с вами пластик. Вот так это выглядит. Вставили пластик и вот он у нас уже видите заиграл совсем другим цветом. Либо же можно вставить ткань в него и вот он уже у нас окрасился тканевые цвета. Это позволяет нам данный материал использовать как вертикально так и горизонтально и в нем чередовать разные материалы. Можно создавать всякую красоту на основе грувера. Значит в основном грувер используется для того чтобы закрывать карниз для вертикальных жалюзи сверху так называемым декоративным карнизом. Вот этот грувер он и выступает в роли декоративного карниза. Как это происходит? Значит для этого у нас используется кронштейн который одевается на карниз. Кронштейн одевается у нас на карниз. Вот таким вот образом. Вот таким образом. Ну соответственно этих кронштейнов ставится ровно столько сколько нужно для того чтобы закрыть наше изделие. Потом ставится грувер. Вот так это все выглядит конструкция. Вот таким образом сбоку. Соответственно вместо карниза вот такого с бегунками открытого мы получаем вот такой декоративный карниз. Красивый, блестящий. Чтобы ткань здесь вот сбоку не болталась на торец одевается вот такой вот уголочек. Он тоже прозрачный. Вот так вот это все выглядит в итоге. Такой вот край получается красивый. Можно также уголок этот позволяет еще и сбоку поставить и закрыть бок. Вот отсюда еще поставить груверочек один и закрыть бок. Вот такая конструкция. Также мы сюда можем поставить в этот же грувер. Вместе с торцевой ушкой мы можем поставить пластик. Это кронштейны для грувера. Это торцевой уголок для грувера. Вот так вот выглядит вся эта конструкция. Также на основе грувера производится значит мультифактурные жалюзи. Про них отдельно вы можете посмотреть ролик про мультифактурные жалюзи. Там на основе одного и вот одной вот такой вот ленты набирается много разных ламелек. Собирается там на основе вот такой вот одной ламели одного грувера одеваются несколько материалов и сочетаются между собой. И получаются причудливые формы. Здесь вот вырезается ресничка. Все это сращивается разными способами. Мы используем двусторонний скотч для этого. И получаются красивые ламели с рисунками. Жалюзи мультифактурные очень красиво смотрятся. Ну вот такой материал называется грувер. Бывает он маленько разный. Бывает пошире, поуже. Бывает такой у которого быстро вот эти вот желтеют полосочки. Это только экспериментальным путем можно определить быстро желтеют или нет. Но все равно приходится время от времени поставщика менять. Потому что поставщик сам не всегда знает когда закупает. Не всегда знает этот грувер хорош или нет. Еще есть такая у него болезнь. Когда отрезаете отрубаете грувер. Вот эти вот прозрачные уголочки бывает что они ломаются лопаются. То есть недостаточно они мягкие. Вот здесь мы нажимаем они мягкие. Просто продавливаются. А есть которые лопаются. Соответственно и вот так тоже вот оторвать его не так то просто. Вот он легко отгибается. Но нет не ломается. А есть которые вот так раз и он сразу же ломается. То есть некачественный. Нельзя сказать что это какой-то один производитель страдает некачественный. Потому что я думаю что даже любой технологический сбой который сложно даже заметить может повлиять на эти вещи. Вот здесь же происходит спаивание двух материалов. Прозрачного и белого. Вот в этом месте как правило и возникают моменты. Сам прозрачный материал его жесткость от этого зависит тоже. Будет он ломаться или нет. Ну вот так же груверы еще есть отличаются по прозрачности. Если у вас например в цехе закончился грувер и нужно изделие доделать из другого грувера мультифактуру особенно. Вы берете из другой пачки а тот другой прозрачности. И у вас уже видно на свету что ага вот эти ламели с одного грувера эти другого. Поэтому обязательно нужно проверять прежде чем изготавливать из другого грувера. Нужно проверять их на прозрачность. Чтобы они были похожи. Если они прозрачность разная или они категорически разные. Лучше все равно какой-то один из груверов убрать и все изделие сделать из одного грувера. Ну вот так на этом все друзья. Что смог я рассказал про этот удивительный материал. С вами была компания Манго. И до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok